всем привет сейчас подожду пока соединится люди хотел с вами поделиться мыслями по поводу запусков на миллиарды рублей а я за шабудиного осипова метрошины кристины софии афониной подрез и других топов рынка да как они это делают мои какие-то размышления со стороны именно маркетолога да и человека который принимал участие в некоторых запусках как маркетолог вот напомню да вот я работал два года у аяза на то есть я видел все вот эту внутрянку вот принимал непосредственно участие в продвижении этого бренда на там и этого человека компании вот также тони роббинс три года вот по сути мы тоже сделали большой запуск на миллиард потому что олимпийский мы готовили несколько лет то есть я три года продвигал бренд тони на русскоязычную аудиторию то есть по сути это можно тоже считать таким лончим запуском и так значит мои мысли таковы значит первое что я понял что я мог хочу вам донести до что запуск на миллиард не может сделать каждый да как бы это забавно не звучало да и когда люди идут там зато в мастер-группу а каязу там осипову к дашки его не ждите что там будет какой-то там уникальный контент да какая-то волшебная таблетка которая позволит вам там из светланы из перми стать миллиардером в москва-сити светлый да там как бы это не произойдет объясню почему потому что люди платят такие деньги в мастер-группе потому что там концентрация людей с деньгами на спасутся они платят за тусовку соответственно никакого секрета в запусках на миллиард абсолютно нет тогда как же они это делают значит это первое это средний чек если взять большинство из тех кого я назвал это моя за шабудинова кристину софию ирину подрез метрошину афонину и так далее да у них как правило чек не там тысячу две три пятьдесят сто и даже больше это первое второе у них длинные ltv да то есть у них не одноразовая итерация да а вот как аяс например делает как это сейчас модно называть каскадные продажи да то есть когда например люди заходят на какой-то продукт и дальше им до продают еще и еще да то есть более дорогие вот как у нее сейчас данный мир курс этот запуск стартовал то вселенной инфобизнеса да там по средней человек там 150 тысяч рублей но мастер-группа стоит по-моему 3 или 5 миллионов соответственно маржа гигантская это первый дат средний чек понятно что есть инфобизнесмены такие как перри елена блиновская которая вроде бы продает дешево на типа вот у нее есть марафон желание которые если не ошибаюсь стойком тысячи или две но прикол в том что люди покупают пачками марафоны то есть средний человек там на самом деле выше не тысяча две потому что люди покупают не один марафон а несколько на таким образом первый рычаг для большого запуска это средний чек до чтобы он был интересным окупал вашу власть ваши вложения в маркетинг да и учитывая точку безубыточности да то есть первый это средний человек дальше идем второе как я уже сказал это ltv а вот у меня например стратегия какая да то есть у меня нету конечно таких бюджетов гигантских как у аяза вот но я беру именно большим средним чеком и большим ltv чтобы зарабатывать объясню давайте включим математику просто посчитаем да вот я это объяснял вчера на своем курсе стратегический маркетинг ребятам да и подумал что почему бы не поделиться этим с вами ну этими мыслями давайте математику включим да предположим у нас есть 10000 подписчиков да и мы решили продавать марафоны по тысячу рублей соответственно ну как так же как и я это делал там три года назад у меня был марафон по трафику я объяснял за полторы тысячи рублей как настраивать рекламу фейсбуке в инстаграм да там вконтакте вот соответственно нас есть 10 тысяч подписчиков мы их прогреваем и предлагаем им что-то дешевое какой-то марафон за тысячу до предположим так как чек маленький покупает вот 5000 человек это получается 5 миллионов рублей дальше по теории инфобизнеса мы продаем им что-то дороже да то есть так как это был типа tripwire мы им продаем какой-то основной продукт так называемый локомотив да он например будет стоить у нас ну предположим пятнадцать тысяч рублей с 5000 человек ну человек 500 купит этот продукт да у нас получается семь с половиной миллионов да если я не путаю цифры соответственно 5 плюс семь с половиной это ну почти 13 миллионов вот ну и предположим там пару человек купит у нас какой-нибудь там наставниче за 100 тысяч и того округлим науки там 20 миллионов мы заработали с 10 тысяч подписчиков как делаю я и как делаю сейчас топ рынка да то что я наблюдаю причем я к этому органично пришел я это начал делать еще там два-три года назад да я выбрал такую стратегию эту стратегию я вижу сейчас наблюдаю многих да кто зарабатывает стратегия следующем вместо того чтобы продать здесь и сейчас человеку за там тысячу две три пять десять вы его греете до того момента пока он не догреется до там 100 200 300 тысяч рублей то есть нужно вкладывать подписчиков больше контента чтобы он больше он доверял чтобы он у него копился кредит доверия это называю да соответственно в чем моя стратегия в том чтобы продать не здесь и сейчас за 5 тысяч или 30 тысяч рублей а подать позже но за 300 это выгоднее давайте считать почему возьмем те же самые 10 тысяч подписчиков а предположим у нас период год мы в течение месяца закрываем 1-3 клиентов по 300 тысяч рублей потому что ну это просто статистика да то что из 10 тысяч человек по-любому там 1-3 горячих человека точно будут в месяц да потому что мы ведем контент также как и в первом случае вот соответственно у нас стабильный уже лям в месяц есть да соответственно остальные 9 тысяч там 990 людей смотрят как кто-то купил что-то за 300 тысяч и они к этому стремятся они ставят галочку типа ой хочу как я в книге написал свои да вот я сейчас вот написал книгу стратегический маркетинг и бизнес консалтинг да я там вот прям написал да что ну это прям моя цитата можете использовать до что маркетинг это создание напряжения продажи это снятие напряжения соответственно человек снимет напряжение либо за пять тысяч рублей либо за 300 чего выгоднее конечно за 300 потому что можете мне верить можете не дано я такую фишку заметил да особенно вот когда выступаю либо бесплатно либо за деньги да вот вроде нас учат что нужно отфильтровывать типа людей и ставить какой-то минимальный человек чтобы не было зевак на самом деле выгоднее либо бесплатно либо дорого делать но но не средний человек объясню почему потому что когда люди платят что-то у них в голове причем это исследование проводил да можете почитать это учил дине социальная психология называется книга большая такая толстая книга не психологии влияния и на социальной психологии там он приводит исследование что если человек кому-то заплатил он соответственно чувствует что он ничего не должен уже то есть если человек пришел на моё выступление на мастер-класс заплатил мне тысячу рублей в его картине мира он мне уже ничего не должен даже если я там из детства выдал огненный контент ну типа спасибо макс старался за косарь отработал да но если я это делаю бесплатно у человека копится потенциал он хочет отблагодарить и я все вкладываю вкладыванию вкладываю у него все копится 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 да и в итоге ну это бессознательно происходит он хочет отблагодарить он хочет ну восполнить баланс да и идет и покупает это первая причина вторая люди всегда стремятся к дорогим продуктам ну потому что у нас такая психология особенно русских чем дороже тем лучше причем а яс шабудинов за пять миллионов рублей может вам рассказывать то же самое что и там обычный маркетолог у вас в штате просто вы к этому обычному маркетологу не будете прислушиваться по что у него зарплата 57 тысяч рублей а я за вы заплатили 5 миллионов пойти и отношение к информации абсолютно разные будет и именно поэтому и результаты другие то есть люди которые учатся за такие чеки у кого-то в том числе у меня они к информации относятся лучше они ее внедряют да и получают результаты которые я потом в кейсы публикую и пожалуйста там вот говорю ребята хотите также велкам ко мне занимайтесь третья причина по которой эти запуски создаются да и почему выгоднее с большим чеком работать а потому что ну давайте так вопрос как вы думаете кто получит больше результата инфобизнес инфобизнесмен у которого уже есть онлайн школы который может заплатить а я за три миллиона рублей да там за мастер-группу или там 300 тысяч рублей за курс либо у начинающего какого-то чувака который только-только стартует но денег у него нет он там в рассрочку хочет взять этот обучение какое-то да конечно больше результата будет у действующего инфобизнесмена у которого уже есть деньги и именно в этом-то и прикол что в кейсе как правило засовывают тех у кого уже есть результат и их просто докручивают вот я этот инсайт получила когда только-только начинал там работать с мм щеком и я попал тогда к ребятам которые продвигали концерты крупных артистов там black star там тимоти эльвана гуф баста и так и помимо того что они продвигали этих артистов у них был большой большая очередь среди начинающих музыкантов которые тоже хотели купить их услуги по продвижению концертов и песен в интернете и они отказывали всем я спрашиваю ребята почему вы отказываете и они мне гениальные мысли сказали как макс смотри вот давай проанализируем да вот у нас есть начинающие артисты есть типа баста как какой-нибудь да там артист большого масштаба почему выгоднее работать с бастой ну во первых потому что он нормально платит типа он нормальный чек даст просто начинающий артист вам даст 30 тысяч рублей выебит вас в жопу и в рот да как бы за эти деньги потому что для него это деньги последние для баста это как бы ну пыль да то есть есть нормальный бюджет с которым можно поработать дальше идем прикол в том что баста как бы вы хуёво не отработали рекламу маркетинг он все равно соберет людей пушет и баста а вот начинающий артист там нужно реально постараться чтобы собрать ему людей и третья главная причина по которой они не работали с начинающими артистами а я предлагаю вам не работать с начинающими экспертами это потому что с любой стороны не выгодно да это потому что кому нахер нужен ваш кейс про какого-то но не им артиста которому вы собрали там сто пятьдесят семь человек в городе самара наверное интереснее и больше привлечет клиентов если вы повесите в своей портфолио кейсы басту которому вы собрали там на там 10 тысяч человек арену какую-нибудь да и никто не будет разбираться там вы собрали либо стопу что такой популярный что вы там делали как бы есть все галочка все ты работал с бастой то же самое здесь пойти то есть очень сложно тянуть на чинашек вот я точно об этом могу сказать потому что во-первых я сам этот путь проходил да там от смм чека за 30 тысяч рублей в месяц до миллиона гонораров да там с разными компаниями работа и обучая сейчас там занимаясь консалтингом я этот путь прошел на этот путь был длинный и очень тяжелый и я помогаю ребятам тоже проходить этот путь который у меня обучаются но это пиздец как тяжело потому что проще скакнуть с трех миллионов до 10 нежели с 100 тысяч рублей до миллиона вот со 100 тысяч до миллиона это вот такая энергия должна быть да вот такое усилие для человека а с 3 до 10 просто немножко что-то докрутить где-то там систематизировать это автоматизировать где-то наладить трафик да то есть немножко докрутить пойти вот это немножко она в итоге и привлекает других людей которые смотрят таки думают нихера себе там запуск на миллиард пойду к нему учиться короче вот такие размышления да и последний момент почему не у всех получится там делать запуски на миллиард потому что очень важно аутентичность и прогретая аудитория то есть даже если у вас охеренный продукт я вот очень очень часто с этим сталкиваюсь да там возражением типа блин а чё там метрошный какую-то херню со сцены там говорит несет там а я с какую-то шляпу говорит или там макс белузскую шляпу говорит а ему им там деньги платят да дело не в продукте ребят абсолютно люди покупают у людей до абсолютно без разницы чего человек рассказывает люди хотят купить смоделировать его поведение они смотрят на я за да и видят там машины яхты пароходы блять путешествия миллионы миллиарды вот так вот вот вам блять просто в экран вам то вот это вот кидают конечно вас это цепляет конечно вы хотите также и на уровне психологии да мы просто хотим смоделировать успешное поведение какого-то человека условно альфа самца мы это делаем сюда мы с детства это делаем сначала мы моделируем родителей потом прислушиваемся к учителям потом к руководителю в компании да или там мы попали там за там какую-то тусовку парни кита попали да там главному хулигану мы прислушиваемся это альфа самцовость альфа как это преклонение перед альфа особи у нас с детства до первое короче дело не в продукте то есть не надо корить себя там и думали ну я за наверное ли там метрошина или там кристины софель у кого-то там какой-то гениальный продукт какая-то авторская супер методика которым позволяет зарабатывать такие деньги нету продукт абсолютно посредственный а но почему у них получается потому что они вкладывали кучу время энергии сил и денег создание фан-базы вот это самое важное вот если у вас есть фан-база людей которые за вами идут а за язмах идут люди даже когда у них были долги он не платил зарплаты я присутствовал при этом периоде его жизни мы тогда не в москва-сити работали на мариной роще до блоки люди тоже пошли за ним потому что они верили в него как в человека то есть на энергию на харизму да вот на на вот это пошли люди и тут тоже самое то есть люди покупают не потому что какой-то уникальный продукт да потому что вот они хотят смоделировать жизнь человека потому что они идут на энергию на успех на состояние и на доверие вот это важнее да и аутентичность потому что девяносто девять процентов игроков на рынке инфобизнеса да и не только да они друг друга копируют я это могу сравнить с эффектом я назвал человеческой многоножки если смотрели этот фильм вы понимаете да то есть там когда людей сшили в одну цепочку значит один наезд срет второе ест его какашки и так далее по цепочке да почему такой пример потому что девяносто девять процентов людей на рынке они просто пересказывают что-то то есть они не придумывают свое да понятно что уникальное нету на рынке как я сказал ничего но все-таки хочется чтобы вы добавили свою какую-то личностную энергию дату свой какой-то жизненный опыт вы можете рассказывать одно и то же но люди хотят именно вашу историю послушать если у вас интересная история она вдохновляет да вы как личность притягательна да там вы интересны у вас купит поэтому резюмирую да как делать как делают запуски на миллиард почему не у всех это получится да и почему я имею право про это говорить про что я принимал участие в некоторых запусках работал с топами рынка да как бы я это все видел все эти процессы значит первое это должен быть хороший средний чек то есть должна быть ценность продукта второе должен быть ltv длины то есть несколько итераций должен быть выставлены то есть люди должны у вас покупать не разово я это называю не трахаться с клиентом а выстраивать отношения любовные долгие семейные то есть там три раза вас что-то купить пять-десять вот еще раз средний чек лтв дальше аутентичность то есть вы должны быть уникальным интересным харизматичным притягательным да у вас должен быть интересный лайфстайл который люди хотят смоделировать купя ваш продукт покупая ваш продукт дальше четвертое это фан база то есть вы должны собирать вокруг себя людей которые вам доверяют и должно быть много и вряд ли вы узнав какую-то секретную фишку а я за как он делает миллиард на запусках сделать это завтра вы не сделаете потому что у а я за есть сотни тысяч последователей который купит чего угодно у него а у вас их нет да и как бы принять применяя одни и те же шаги у вас не получится у него получится вот дальше следующий момент важно это вкладываться ценностью в клиентов да потому что люди могут жадничать да то есть вот я наблюдают мертвом на рынке когда специалисты эксперты жадничают контентом они такие типа думают блин а если я сейчас все выдам что же я буду рассказывать на курсе я вам дам такой совет ребят не жадничайте потому что на курс к вам придут люди за тем чтобы делать что-то не изучать контент а делать то есть вы как наставник будете для них потому что контент доступ контента пожалуйста везде да то есть он google там можно даже найти как блять бомбу сделать да там вот но почему люди не используют доступ к этой информации да потому что во первых они не знают что искать конкретно да второе важен то не просто информация контент а жизненный опыт человека вот что люди покупают и когда им человек рассказывать что он конкретно вот это применил вот так вот это ценно поэтому не бойтесь рассказывайте да и последний момент который я тоже упомянул сегодня как делать запуски на миллиард ну или хотя бы там на там несколько десятков миллионов и вообще как зарабатывать хорошие деньги на бизнесе я назвал это эффект гештальта в маркетинге еще раз маркетинг это создание напряжения продажи это снятие напряжения и вы можете снять напряжение у клиента либо за 1000 рублей либо за 100 тысяч либо за миллион выбирайте да понятно что это разный срок вкладывания в человека контента да там несколько больше касаний должно бы дать для миллионного человека но это выгоднее ну в разрезе это в периоде да там в срок там один два три пять лет это выгоднее потому что вот у меня упер средний человек я считал примерно полтора миллиона ко мне люди приходят на курс а там потом наставничество мастер майн потом становятся партнерами потом еще что-то до полтора ляма да вот классный средний человек да это за год это не сразу это за год по моему класс вот поэтому стремитесь к именно большему среднем человеку больше мил тв и не жалейте контента по поводу создания напряжения да по простому сейчас объясню вот смотрите вы предположим ждете фильм аватар да смотрите несколько лет там трейлеры выходят там какая-то информация да там или там новые эти пираты с джонни деппом да и вот вы наблюдаете наблюдать вас напряжение копится 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 да как мы его снимаем как снять напряжение пойти в кинотеатр заплатить денежки за премьеру фильма или можно скачать на торренте да с хуевым качеством но мы все равно снимем напряжение уже не так будет интересно кинотеатры смотри да ну ради спецэффектов можно сходить но уже не тот эффект будет согласитесь да то же самое здесь то есть люди наблюдая за вашим контентом они копят напряжение у них интерес проявляется да это как вот я продажи маркетинг часто сравниваю с отношениями да что вот вам нравится какая-то женщина да вот вы себе там в голове представляете там что она такая красивая классная симпатичная загадочная да там вы там в голове там галлюцинируете да как снять напряжение быстро чтобы она вам перестала нравиться просто с ней переспать понимаете все вы с ней переспали и как правило мужиков все отпадает сразу но если женщина знает секрет мужской психологии она его будет динамить вот это динамо продолжающийся оно копит еще больше напряжения у мужика все копит 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 в итоге можно докопить до того что мужик женится на этой женщине да хотя у него такой задачи не было ну я утрирую конечно вы понимаете например что либо вы снимаете напряжение за дешево либо за дорого вот я вам предлагаю за дорого снимать напряжение вот как создавать напряжение вот об этом я рассказываю на курсе стратегический маркетинг свой бизнес консалтинг вот мой курс да если вкратце то есть несколько стадий развития клиента развития осознанностью клиента и соответственно если провести через все стадии клиента это и будет создание напряжения на пусть там первой стадии нет проблемы потом есть проблема но не знаю как решить потом стадия знаю что у меня есть проблема знаю как решить но не знаю с кем потом начинаю решать проблемы, потом получаю опыт клиентский и так далее, и становлюсь фанатом, либо хейтером. Вот они стадии. И на каждой стадии нам нужно напряжение усиливать, чтобы когда человек придет к стадии оплатить, он видел ценность продукта. То есть не за тысячу рублей он вас купил, а уже за миллион или за сто тысяч. Еще один простой пример, который вот, как совершают ошибки, какие ошибки совершают люди, проводя, например, консультации. Люди приходят на бесплатную консультацию, либо на дешевую. И в вашей картине мира это может быть, типа, нас же учили, инфобизнес, ступеньки, лид-магнит, трепвайер, основной продукт и так далее. Проблема в том, что у 99% экспертов, специалистов, инфобизнесменов, трепвайер идет как основной продукт. То есть вроде бы он не задумывался как основной продукт. И вроде бы нас учили давать большие пользы. Но прикол в том, что когда человек пришел к вам, заплатил вам полторы тысячи за консультацию, получил все ответы на свои вопросы, потому что у него вопросов-то немного было. Он не настолько осведомлен в той теме, в которой вы его консультируете, что у него вопросов-то два-три, понимаете? Или купил ваш трепвайер, дешевый продукт, за полтораху. Получил все свои ответы на вопрос, сказал спасибо, ребят, дальше вы сам. А человек сидит и думает, в смысле? Ты должен был купить у меня потом прогреться и купить основной продукт. Не, ребят, так не работает. Так работал, может, 10 лет назад, сейчас так не работает. Соответственно, как надо делать? Надо создавать проблемы клиенту. То есть из три проблемы надо делать 300 проблем. Тогда он видит ценность решения проблемы не на 3000 рублей, а на 300 или на 3 миллиона. Ну, если вкратце, я объясняю. Короче, вот эти фишки, они позволяют соответственно продавать на такие чеки, делать такие запуски. Ну, это взгляд со стороны, так сказать, маркетолога с 10-летним стажем, который работал с некоторыми из тех, на кого вы подписаны, за кем вы следите. Все. В общем, кому интересно в этом тоже разобраться, кому интересно мои мысли, инсайты, можете лайкнуть, прокомментировать, отправить другу. Вот. И прийти ко мне там за моим уже опытом. Вот. Можете просто в личку мне написать, там спросить, какие у меня есть там обучающие, там курсы, программы или консультации. Вас сориентирую. Вот. С радостью поделюсь своим опытом, если он вам будет полезен. Вот. Спасибо, что слушали. Так. Сейчас посмотрю, может быть, там какие-то были вопросы. Макс, привет, классно рассказываешь. Самое мясо без воды. Спасибо, очень приятно. Тут спросил, вот, Макс, вы планируете активное продвижение своей музыкальной группы? Планирую, конечно, но это деньги, ребят. Понимаете, вот творчество, это не дешевый процесс. Вот я недавно снимал в Питере клип, 2 миллиона рублей вышло, да. Плюс написание песен. Вот у меня написание второго альбома тоже вышло порядка, там, 2-3 миллионов. Плюс содержание музыкальных инструментов, репетиции, там, перевозка этого оборудования в города, реклама. Это до хера денег, ребят. К сожалению, пока что деньги мне музыка не приносит. Ну, или к счастью, не знаю. Поэтому по поводу, буду ли я вкладываться, желание такое есть, творчество вкладываться, да, но это не стоит у меня в приоритете. Это как мое хобби, так скажем. Если ты начинаешь, и как получить в клиенты басту? Это тема отдельного эфира, вот. Но если вкратце, то надо быть уверенным, наглым, вот, и понять, что работают не с самыми лучшими, а с самыми удобными. Теми, кто оказался в нужное время, в нужном месте. Ваша задача быть не самым лучшим экспертом, чтобы вы с Бастой работали, или там с кем-то, с Аязом. Я говорю, потому что я также выходил и на Басту, и на Аяза Шабудиновой, и на Радислава Гондопаса, и на Тони Робинса, и на Сколкова, и на кучу других компаний. Просто я был наглый, уверенный, и умел находиться в нужное время, в нужном месте. Все. Можно считать это везением, можно считать наглостью. Короче, к вам сам Баста не придет. Нет у Басты, знаете, или у кого-то другого большого клиента, такого, знаете, свод-анализа, все маркетологов, да, где он галочки ставит. А, во, чувак, типа, 20 лет занимается маркетингом, у него какие-то там кейсы, или он так старается, дай-ка ему позвоню, предложил ему поработать со мной. Нет, конечно, ему похуй на вас. Поэтому, если вы сами о себе не заявите, ну, как бы, кому вы нахер тогда нужны такой? Вот, как вот черняк, там, помню, на сцене сказал правильную вещь, да, если вы стеснительны, нахуй вы кому-то такой нужны. Вот, по сути, это реально правда жизни, да, поэтому будьте наглым, рассказывайте про себя, там, заявляйте о себе, да, там, можно где-то приврать, преувеличить. Ничего плохого в этом не вижу. Потому что, если состоялся взаимоотношение win-win, да, то есть, там, вы приврали, преувеличили, вас сжали как маркетолога на проект, но вы сделали результат, кому это то плохо. И клиенту хорошо, и вам хорошо. Если клиенту хуево вы сделали, у вас будет опыт. Вернули ему половину денег, зато у вас есть опыт, который вам позволит потом учесть эти ошибки и нормально поработать со следующим крупным клиентом. Потому что вы уже работали с Бастой, да, хуево, но работали. Кто знает, что хуево поработали? Только Баста и, может, его команда, понимаете? Вот, поэтому, как бы, не стесняйтесь, вот, ну, вообще, время такое, не надо стесняться, да? Надо, потому что конкуренция растет, понимаете? Там, в инфобизнесе, там, во фрилансе, там, везде. Конкуренция гигантская. Если будете, блядь, стесняться, ну, ребят, как бы, вы никому не нужны будете. Так, ну, вроде все. Спасибо за эфир, вот, решил с вами так вот поделиться мыслями, да, а то потом бы забыл, да, потому что, мне кажется, мысли прикольные были, полезные, вот. В общем, поставьте огонечки, да, там, в комментариях, вот, чтобы видео продвигалось, вот, скиньте это видео, там, своим знакомым, вот. С вами был Макс, все, спасибо, пойду курить коленчик. Спасибо.